О путешествии автостопом мечтают многие люди, но решаются единицы. За плечами Владимира 17 стран и множество городов. В этот раз выбор пал на Дагестан. По словам героя, деньги для автостопа не главное. В эту поездку я взял всего 600 рублей в Дагестан. Обычно я беру, конечно, больше, но здесь я понимал, что народ слишком гостеприимный, и я это убедился на личном опыте. Просто идешь, и какой-нибудь гостеприимный дагестанец, неважно какой национальности, подзывает, говорит, давай чай попьешь. Я говорю, ну, в принципе, давайте я попью чай. А там уже и накормил, а там уже и гостя пригласил. Уже целый месяц Владимир изучает нашу республику. Про него можно сказать, что Дагестан он знает лучше, чем любой местный житель. Признается, страна гор его покорила. Конечно же, самое классное, вот я сейчас реально удивлю всех, это люди, в первую очередь. Даже не водопады, не горы, хотя горы я обожаю, они в моем сердце, но самое крутое – это люди, которые дают атмосферу любому путешествию, неважно, в каком месте ты находишься. Если говорить о самом необычном путешествии, которое у меня было в Дагестане, это я прошел 17 километров без единой машины, без единого человека. Ну, там только пастухи встретились по пути, которые были очень удивлены меня увидеть. И это было самое запоминающееся, если не считать, ну, не говорить о людях. Книги, сериалы и фильмы часто показывают нам позитивную сторону автостопа, доброжелательные водители, солнечная погода и легкость. В жизни, увы, не все всегда так радужно. Путешественник сталкивается и с трудностями. Если, например, в Центральной России я путешествую, и там проверяют документы, а там практически не проверяют документы, эта процедура занимает 3-5 минут. Здесь, когда ты приходишь, занимает полтора-два часа. И все это время ты стоишь с рюкзаком, под жарой, и это начинает немножко не нравиться. Бывает даже, когда заводят в большое здание, и в этом большом здании начинается допрос. Мягко скажем, допрос. И бывали моменты, когда мне это очень тоже не нравилось, я начинал спорить с этими полицейскими. Наш герой планирует продолжить свой авантюрный трип, а следующий пункт его назначения – это колоритная дагестанская свадьба. Путешествовал, ездил по Центральному Дагестану, я увидел одно живописное место. В этом месте меня подобрал местный водитель. Его, кстати, звали Кура Магомед. Привет ему передаю. И он, когда мы ехали, он меня подобрал, он меня пригласил в гости, после того, как мы с ним немножко пообщались. И когда я у них находился в гостях, он сказал, что у его брата будет свадьба, и они меня пригласили туда. И я посещу дагестанскую свадьбу.